Верховная Рада может рассмотреть закон о насильственной украинизации. Олег Пономарев, Рига.Росвесты, Латвия. 13 марта 2018 года. Киев, Народный фронт Арсений Яценюк и намерен протолкнуть на ближайшие сессии очередной скандальный законопроект о насильственной украинизации об ответственности за его нарушения. Согласно проекту закона, в стране закрепляется обязательность использования украинского языка во всех сферах общественной жизни, а за пренебрежение к языку – уголовной ответственности до трех лет лишения свободы. Более того, за соблюдением норм закона будут следить специальные языковые инспекторы с широкими полномочиями. Народный депутат. Государственным языком на Украине является украинский язык законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в первом чтении в повестку дня уже на этой пленарной неделе потребовал внести глава фракции Народный фронт Максим Бурбак. В частности, документ делает украинский язык обязательным во всех сфер жизни и вводит жесткие санкции за нарушение языковой политики. Народный фронт настаивает, чтобы во время этих двух пленарных недель мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного – 5670 Д. Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале есть компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта, заявил Максим Бурбак. По его словам, причиной такого шага стало отсутствие в украинской законодательной базе каких-либо норм и законов о государственном языке, а ситуация регламентируется только нормами Конституции. Сегодня у нас нет закона о государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит, что государственным языком на Украине является украинский язык. В конце февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным подрывной закон парочки регионалов, который защищал на Украине не украинский, а русский язык. Конституционный суд свое дело сделал – восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг должны выполнить мы, добавил глава фракции. По его словам, инициатива Народного фронта нашла широкую поддержку в обществе, в частности некой академической среды украинских интеллектуалов. Откладывать его рассмотрение в долгий ящик не имеем права. Наша фракция настаивает на его скорейшем принятии. Защита и утверждение украинского языка – это вопрос национальной безопасности и противодействия гибридной агрессии русского мира, добавил Максим Бурбак. Пациентам в реанимации будут оказывать помощь только на украинском языке, но вернемся к проекту закона. По словам его авторов, документ закрепляет обязательность использования украинского языка во всех сферах общественной жизни, выпускные и вступительные экзамены, внешние независимые оценивания, тесты и сертификация документов будут проводиться только на государственном языке. Исключением из правил станут образовательные учреждения национальных меньшинств, где допускается использование родного языка, но наравне или параллельно с украинским. При этом, украинские вузы будут иметь право использовать языки стран Европейского Союза, а защитить докторскую диссертацию по согласию ученого совета можно будет защитить также на языках ЕС. Что касается культуры, то все афиши должны быть напечатаны на украинском языке или продублированы на него с любого иностранного. Все театральные представления на иностранных языках в государственных или коммунальных театрах должны также сопровождаться субтитрами на украинском языке. В случае, если в культурных мероприятиях или спектаклях задействованы зарубежные исполнители или лица, не владеющие украинским языком, для зрителей в зале должен осуществляться синхронный перевод. В медицинской сфере врачи будут обязаны общаться, работать и вести медицинскую документацию сугубо на украинском языке. Переходить на русский язык можно будет в случае, если об этом попросят сам пациент. Украинский язык предлагается сделать обязательным и для всех СМИ, а передачи на иных языках подлежат дубляжу. Электронные СМИ должны будут иметь страницы на украинском языке, которая будет загружаться по умолчанию как стартовая. И как здесь не вспомнить опыт Латвии. Именно по кальке этой балтийской страны на Украине будет создан Центр украинского языка, а специально созданная Национальная комиссия по стандартам государственного языка будет следить за соблюдением закона стандартов и провеять гощиновников на знание украинского языка. Среди прочего, этот центр будет выдавать сертификаты о знании украинского языка для трудоустройства. В свою очередь, в структуре Кабинета министров Украины появится должность уполномоченного по защите государственного языка и целый штат языковых инспекторов, которые должны иметь высшее образование или научную степень по филологии или в отрасли права. Инспекторы получат право проводить языковое инспектирование в случае жалоб или по собственной инициативе любых предприятий организации всех форм собственности, проводить проверку документации и составлять протоколы за нарушение языкового законодательства. За несоблюдение закона предполагается накладывать штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов, сегодня это 850 гривен или 420 российских рублей, либо арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет. Украина Хронику уничтожения русского языка ранее попытки насильственной украинизации были приняты в штыки парламентами Венгрии, Румынии, Молдавии и России. Так, в Государственной Думе России заявили, что ТН-реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке. Не случайно в новом законе об образовании нет даже упоминания о русском и других языках народов Украины. Верховная Рада вновь провоцирует ситуацию, которая привела к гражданской войне на востоке Украины и как далеко от искомых европейских ценностей заходит в стране, добивающейся членства ВС, полагает в ГД России. 5 сентября 2017 года Верховная Рада Украина одобрила реформу образования в стране. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов, в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета. Чтобы избежать обвинений, Украина передала его на экспертизу ЕС, где заявили о многочисленных нарушениях, а также притеснении русского языка на Украине. Напомним, что в начале этого года Конституционный суд Украины посчитал неконституционной процедуру принятия закона в 2012 году так называемые законы Кивалова-Калисниченко об основах государственной языковой политики. Радикально настроенные националисты назвали этот документ экспансией русского языка на Украине, хотя, по сути, он лишь предполагал защиту русскоязычного населения стран и его права общаться на родном языке. Отмена закона за 2012 года вернула Украину к законодательству времен СССР, согласно которому государственным языком является украинский язык, но при этом может использоваться и любой другой язык. Автор отмененного закона, бывший депутат от партии регионов Вадим Колесниченко подтвердил, что при принятии его документа в 2012 году в текст специально были заложены положения, которые, в случае отмены этого закона в будущем, ввели бы в силу нормы закона 1989 года.